Это волонтеры. Мы можем подняться поздравить Петра Максимовича? Три пакета с овощами, сладостями бытовой химии и обязательно георгиевская ленточка. Алина частый гость у ветеранов. 15 человек считают ее почти родной. Здравствуйте, Петр Максимович. Это вам. Петр Субботин, ему сейчас 94, конечно, мечтал встретить 75-ю годовщину Победы иначе. Говорит, всегда наблюдал вживую, как проходит парад. Но надеется, что 3 сентября великую дату все-таки отметит за пределами квартиры. А пока, хоть и на пороге, с удовольствием вспомнил 9 мая 75 лет назад. В 44-м его, молодого и перспективного, направили с фронта на учебу в Челябинск. Там и встретил ее. Победу. В руках носили, курсанты, ушли бы в город. Такая всеобщая радость. А это уже другой адрес. У Надежды Георгиевны Мордовцевой мы сегодня не первые гости и не последние. Но волонтерам рады безмерно. В свои 101 год она по-прежнему помнит все. Как сразу после школы пошли на фронт. Накинув нарядный пиджак с орденами и медалями, рассказывает, что была телефонисткой. Хотя училась на радистку. Когда мы приехали на фронт, там всего было две радиостанции. Нас 20 человек послали, 92-ю дивизию. Две радиостанции. Одна вообще не работала, потому что не было питания. А вторая на самой низкой мощности. Пять девчонок забрали, а остальным только на телефоны. Для нее победа наступила не 9 мая, а 24 апреля. Считает день освобождения из концлагеря еще и своим вторым днем рождения. Спустя 75 лет настроение отличное и даже пандемия не помеха. Насколько нынешне работают волонтеры, это большое вам спасибо. Такого никогда не было. Им важно не то, что есть в этих пакетах, а то, что к ним пришли, они их вспомнили и сказали им добрые слова. Что чувствуешь после тяжелого, ну, ходить приходится, да, с пакетами такого трудового дня, скажем так? Радость. Мне это счастье, правда. Я вот сейчас даже стояла у Мордовцевой, Надежды Георгиевны, у меня прям слезы текли, потому что она говорит про волонтеров, какие это приятно. Всего 205 подарочных наборов развезут волонтеры в Барнауле, 440 получат ветераны в районах края. У Алины Горлова еще много работы, а это значит, ей еще не раз предстоит дарить хорошее настроение. И слышать от ветеранов спасибо в свой адрес. Татьяна Голубева, Николай Шелко, День с толком. Татьяна Голубева, Николай Шелко, День с толком.